Людмила Алексеевна Бойко 40 лет преподает вокал в детской школе искусств поселка Горки-Ленинский. За это время она воспитала плеяду певцов, которые сегодня выступают на лучших театральных площадках страны. Заразить желанием петь, как признается сам педагог, это у нее получается лучше всего. 40 лет, вы знаете, это не так просто, но я совершенно не жалею, потому что выросло очень много талантливых ребят, которые потом выбрали в своей профессии музыку. Одна из воспитанниц Людмилы Алексеевны Софико Кордава, хоть и живет в поселке Горки-Ленинский, сейчас к преподавателю заходит редко, много времени уходит на репетиции и концерты. В декабре на сцене Московского театра на Таганке прошла премьера мюзикла «Онегин», где Софико играет одну из главных ролей. Это канадский мюзикл, изначально написан он канадскими авторами Эмель Гладстоун и Веда Хилли. Он больше, наверное, все-таки основан не столько на романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина, сколько на опере Чайковского. Смелая и, как отметила сама актриса, несколько хулиганская постановка получила самую высокую оценку критиков и зрителей. Среди тех, кто аплодировал Софико и ее коллегам, была и Людмила Алексеевна Бойко. И, глядя на сцену, она вспоминала первые несмелые шаги маленькой Сони Кордавы к большой славе. Я, когда сидела на премьере спектакля «Онегин», то первое, что я вспомнила, как мне бабушка привела Соню в класс для прослушивания. Это было 1 сентября, у меня как раз был урок, и она вошла такая замечательная, совершенно вся воздушная, вся такая пушистая, вся в бантиках, накрахмаленная и с прекрасным слухом и замечательным голосочком. Сценическая задача перед Софико стояла нелегкая. В мюзикле она исполнила роль Татьяны Лариной. С одной стороны, режиссер несколько осовременил образ, знакомый всем с детства. С другой, актрисе необходимо было сохранить трогательность и наивность героини. Справиться с задачей помогли и коллеги, и навыки, приобретенные во время учебы в ГИТИСе. Я выхожу на сцену, и когда мы с партнером работаем, я получаю неимоверное удовольствие от этого. Вот честно, то есть это такой порыв, как будто находишься в каком-то другом пространстве, и вот ты здесь и сейчас делаешь то, что ты любишь, и от этого кайфуешь. Пожелаем Софико дальнейших творческих свершений, а нам остается только порадоваться, что в учебных заведениях Ленинского округа трудится немало опытных педагогов, способных раскрыть талант ребенка и тем самым определить его судьбу. Максим Козлов, Кирилл Иванов. Видное ТВ.